на портал газет поступил вопрос я не хочу расставаться с грехом и поэтому не хожу на исповедь вот насколько к этому надо вот такую позицию а насколько она правильная вы знаете все таки на исповедь надо ходить но начать конечно надо с того что начать молиться господи ну вот я знаю священописание из проповеди церкви что это грех ну например там измена жене мужу там мру там и так далее да сейчас вот именно эта причина бывает что человек не ходит на исповедь причащается вот но церковь это говорит церкви наш совесть только такая чисто реферированная истинная человек верующий не может игнорировать что церковь это говорит а я не буду это обращать внимание разумно церковь говорит это из евангелия кстати говоря значит это истина а я не соответствую начнем будет плохо сейчас хорошо но потом не будет плохо так вот значит надо начать молиться что бог не объяснил почему это плохо чтобы это почувствовал вот и если допустите я у меня есть ощущение что это плохо а я знаю что это у людей которые не хотят расставаться за грехом не только там либо деяния на другие рихи тоже у них все равно сосиска христианка мы творение божие у нас грех инороден все равно душа чувствует что грех вот ну не то вот счастье счастья любим человека например да а счастья то нет все равно вот что-то внутри как червоточин которых говоря со временем нарастать нас растая все больше и больше духовную свою природу духовные законы их не обманешь вот из чек это почувствовал что тоже не то это уже основание прийти на исповедь сказать господи господи мы снасть при то господа приходим не к священнику же вот да я грешу да мне нравится грех да мне привязан даже так и какой-то смог это смысл моей жизни это радость моей жизни я знаю что ты ты это против этого прости меня объясни мне дай мне покаяться вот надо уцепиться вот за это этот свет христов в своей душе который теперь что это не то на него опереться и начать процесс покаяния он может быть длительным даже многолетний может быть но его нужно начать хуже будет когда последствия грехов они твоей жизни в конечном терроризуются и ты уже по жизненным последствиям поймешь что это не то но может быть уже многие вещи нельзя будет изменить справить и жизнь прошла и эти вещи они уже случились жизни пока я сможем всегда в любой момент разбойник на кресте покаялся но это уже будет но такой горько значит ты мог раньше и те даже бог тебя призывал от это не сделал поэтому чем раньше начать процесс покаяния процесс пути к богу возвращение к бога от греха тем же тебе же будет лучше чтобы не доводить это дело до каких-то действительно уже крайних проявлений греха и крайних проявлений последствий греха вот поэтому а еще раз застаю момент у каждого грешника в душе и совесть каждая совесть любого грешного человека ему ну его беспокоит и тут два момента либо ты через разточение например сообщу христа распяли из-за этого ты захочешь то что призывает покаянию может человек и так это все листы вот их захочет уничтожить чтобы не было раздражителей который мешает тебе наслаждаться грехом либо может его залить водкой там или еще что-то или еще чем-то вот можно так вот совесть не слушать она все равно говорит в каждом человеке верующим они верующим верующим честно говорится и сильнее если это было бы условность услышать не отрицаться от него то вот ухватишь за него ты можешь достать святым как в святые отцы говорили слушай голосу совести удобно станешь святым внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео